Речной порт Якутска может отказаться от пассажирских перевозок в следующем году. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной теме слияния холдинга с группой компании Starway, генеральный директор Якутского порта Ради Васильев. Это связано с уменьшением дотации на перевозку. Если в этом году на эти цели было выделено 80 миллионов рублей, то в следующем эта цифра может снизиться до 36 миллионов. В таком случае наименее рентабельные направления до Алёкминска, Жиганской, Зырянки и Алданского района станут убыточными, отметил руководитель компании. При таких условиях работать не рентабельно будет, поэтому будем вести переговоры с Министерством транспорта. Если мы не придем к какому-то соглашению, и у нас не будет четкого понимания, как будут подкрываться затраты на пассажирских перевозках, то мы пойдем по тому же пути, что в свое время пошел на Ситровский речный порт, мы предложим правительству забрать флот и пусть они занимаются перевозками сами. Также на встрече Ради Васильев сообщил, что это не связано со слиянием компаний Starway. Starway приобретает доли, имеющие отношение только к грузоперевозкам. Речь идет об организациях, которые входили в холдинг Якутский речной порт. Это речной порт Якутск, судоходные компании Якутск и Вилюйск. Пассажирские перевозки вышли из холдинга до заключения договора, добавил он. По словам сторон, консолидация активов приведет к снижению тарифов и сокращению сроков доставки грузов. В любом случае, когда заранее известно о поступлении груза для перевозки, о ее перевозке, соответственно, принимающая структура более готова к приемке и выдаче дальнейшей этого груза, документы формулируются быстрее, для клиента, опять-таки, получается это ускорение. Продолжение следует...